МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько сотен литров дизельного топлива вылилось в УДУ. Что произошло, выяснял Сергей Соголов. 47, 71 и уже 89. Количество заболевших коронавирусом растет, как на дрожжах. Накрыли бурятию вторая волна пандемии, разбирался Сергей Смоленинов. Сквозь тернии к дому, к чему может привести закрытие центральной проселочной дороги, разбирался дежурный по городу. Ремонт дворов завершают в Улан-Удэх. Кому и сколько асфальта досталось? В материале Артемия Ушакова. И начнем с экологической катастрофы. Сотни литров дизельного топлива попали в акваторию УДЫ. Инцидент произошел накануне под мостом в железнодорожном районе Улан-Удэ. Подробности и главное последствия у Сергея Соголова. Желтые потоки УДЫ раскрасили яркие цвета. Они появились после дорожного инцидента 16 сентября. Большегрузный рефрижератор застрял в грязи. Семи утра пытались своими силами выбраться, потому что у них навигатор сюда вывел. Своим ходом пыталась, но не смогла. Был вызван кран и задним ходом пытались выбраться. В итоге после наезда на камень пробили бензобак. После этого произошел розлив дизельного топлива. Плюс еще осложнялось тем, что фура стала на брюхо. По данным следствия, из пробитого бензобака вылилось около 300 литров дизельного топлива. 200 удалось откачать на месте, а вот часть та ушла в грунт, остальное в реку. На место аварии вызвали экстренные службы. Они устраняли последствия. Если из почвы удалось удалить почти всю соляру вместе с верхним слоем, то из воды, видимо, не все, потому что на поверхности до сих пор видны нефтяные линзы. Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована работа органов Росприроднадзора и Бурприроднадзора. По окончанию репутационных мероприятий прокуратура оценит их качество. После анализа всех обстоятельств установления размера вреда, причиненного природе, будет решен вопрос о принятии мер к владельцу транспортного средства. Водитель фуры ситуацию комментировать отказался. За него это сделал другой сотрудник компании, пришедший ему на помощь. Вытаскивали полдня блинга. Оторвал он, бак пробил краном, что ли, вытаскивали с этой грязи. Ну и вины-то его нет. Вину определит суд. Природоохранная прокуратура начала проверку. Свои заключения дадут ответственные ведомства за загрязнение почвы. Росприроднадзор, воды, Бурприроднадзор. Виновник будет обязан оплатить все расходы по ликвидации последствий аварии. Не исключены и штрафы с шестью нулями. Сергей Соголов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Продолжаем. 89 новых заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки в Бурятии. Это всего на один случай меньше рекордного показателя по приросту зафиксированного 11 июня. При этом выздоровевших на сегодня в три раза меньше. Неоптимистичную статистику в Минздраве объясняют вспышками в образовательных учреждениях. Основная часть новых случаев зарегистрирована в Кижингинском и Хоринском районах. На сегодня в регионе почти 4000 контактных лиц. Лаборатории перегружены, поэтому в ноябре планируют открыть еще три учреждения. К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 15 пациентов, и это тоже антирекорд. Большинство этих пациентов инфицированы от своих молодых родственников, от детей, от студентов. И мы еще раз обращаем внимание, чтобы сохранить и уберечь своих близких, необходимо в первую очередь для локализации и распространения семейных очагов, необходимо соблюдение всех мер. Есть некоторое расслабление и некоторое такое недопонимание ситуации. Такой прирост специалисты называют ожидаемым. Правда, на ситуацию с ограничениями это пока никак не повлияет. Роспотребнадзор ответил на наш запрос об открытии кинотеатров в Бурятии. Сохраняется запрет на проведение различных досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий. В связи с тем, что в кинотеатрах возможно массовое скопление людей, даже при 50-процентной загрузке, считаем необходимым сохранение дальнейших ограничений во функционировании кинотеатров. Но если кто-то и прогнозировал ситуацию, то для людей подобные цифры оказались явно неожиданными. Заболеваемость ковидом растет уже почти месяц, и так не только в нашей республике. Можно ли сказать, что Бурятию накрыла вторая волна коронавируса, и чего ожидать в ближайшее время? В вопросе разбирался Сергей Смоленинов. Популярный в конце нулевых трек обретает новый смысл. Неужели сбывается все то, о чем говорили еще весной? Рассмотрим цифры и факты. Ситуация такова. За последние два месяца число заболевших коронавирусом в мире выросло в два раза. А потому назревает логичный вопрос. Ждать ли второй волны коронавируса в России? Из 7,5 миллиардов живущих на Земле 30 миллионов официально заразились ковидом. Половина из них живут в трех странах – США, Индия и Бразилия. Там и фиксируют самый большой суточный прирост. Но если Индия и Бразилия все еще борются с первой волной, то в Америке эпидемия идет с новой силой. Также и в Европе. Начиная с августа практически во всех странах рост заболеваемости особо выделяются Испания и Франция, где более 100 тысяч новых случаев за две недели. Вызывают тревогу у ВОЗ Чехия, Венгрия и Великобритания. Там инфекция начала распространяться быстрее. Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев ковид-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона. Есть и другие причины. Рост объема тестирования, открытие образовательных учреждений и осеннее понижение температур. Официально вторую волну пока признают лишь несколько государств. К жесткому карантину вернулись власти Израиля, Индонезии и Австралии. Европа же тотально вводит масочный режим и соцдистанцию. На сегодня основной вывод по второй волне – болезнь значительно помолодела. Теперь в основном заражаются люди от 18 до 30 лет. А вирус приходит туда, где весной избежали массовых вспышек. Эксперты оптимистичных прогнозов не дают. Люди не хотят сейчас слышать подобные плохие новости. И я это понимаю. Но в октябре и ноябре мы увидим рост смертности. Почему важна ситуация в Европе? Просто весной все начиналось там. А через полтора месяца пандемия пришла в Россию. Наша страна на четвертом месте в мире по выявленным случаям. За последний месяц суточный прирост вырос примерно на тысячу. Мы видим, что ситуация достаточно стабильная. Но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов. В целом в Минздраве ожидают приход второй волны. Но уверены, она будет слабее, чем весной. Роспотребнадзор этого мнения не разделяет. Ведомстве считают, что микс инфекций вызовет дополнительные осложнения. Самые ожидаемые даты – конец октября, начало ноября. Многим специалистам вообще не нравится термин «вторая волна». Просто эпид-процесс и он идет. Но вот людям куда больше не нравятся ограничения, которые могут вернуть. Правда, недавно ученые заявили, если бы не массовая карантина весной, то заболевших было бы более полумиллиарда. Индикатором, как поступать правительству, может быть только один показатель – наличие коек для тяжелых больных. Если людей станет некуда класть, то закроют все и всех. Видимо, на это регионы и ориентируются. Несмотря на небольшой прирост, ограничения продолжают снимать. Алтайский край отменил их полностью. Томская область разрешила банкеты. Многие открывают кинотеатры, развлекательные центры и проводят массовые мероприятия. В Бурятии подобного не обещают. Хотя ситуация и местами намного лучше. Беспокойство вызывает только сегодняшний прирост. 89 новых случаев. Это почти рекорд за все время. Но в Роспотребнадзоре уверяют – это точно не вторая волна. Пока. К другим темам депутаты Народного хурала просят смягчить меру пресечения Натальи Бухольцевой. Группа парламентариев написала официальное обращение руководителю Следственного комитета. Напомним, бывший замминистра здравоохранения обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Ущерб оценивается в 47,5 миллионов рублей. Наталью Бухольцеву заключили под стражу 27 августа. Пока на два месяца следствие не исключает, что бывший экс-замминистра, используя связи и влияние в сфере здравоохранения, может оказать давление на участников процесса, предпринять попытки к сокрытию и уничтожению документов, имеющих значение для уголовного дела. Депутаты попросили учесть заслуги бывшего замминистра, 58-летний возраст и состояние здоровья. Известно, что письмо уже передали Виктору Сухорукову, а также защитнику обвиняемой. И далее сержанна Мордогеева о других новостях короткой строкой. Туманное утро порадовало, пожалуй, сегодня только Грибников. Из-за плохой видимости пришлось развернуть два московских и один новосибирский авиарейси. В итоге в Улан-Удэ пассажиры прилетели почти на пять часов позже. Подсвеченная зебра появилась на перекрестке Куйбышево-Коммунистическая. Это эксперимент Центра информационных технологий. По проекту такую разметку должно быть видно в любую погоду и в любое время суток. Если умная зебра докажет свою эффективность, возможно, такие же появятся и на других пешеходных переходах. Владельцы частных бассейнов из-за простоев пандемии могут претендовать на субсидии. Решение уже подписано. С помощью субсидий можно возместить затраты на электричество, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение или вывоз жидких бытовых отходов, оплаченных с 1 апреля по 31 октября этого года. Заявление принимают до 10 октября. Театр кукол «Ульгер» стал лауреатом российской национальной премии фестиваля «Орликин». Букет наград принесла постановка и звали его «Домино». «Ульгер» стал единственным театром, который получил сразу 4 номинации и 2 спецприза. Отметили лучшую работу хореографа, художника по свету, актерского ансамбля и работу режиссера. Наша труппа получила и спецприз от Ассоциации театральных критиков. Прославиться на всю страну может и Артем Рогов. 24-летний парень попал в шоу «Открытый микрофон» и будет бороться за 3 миллиона рублей. Артем представит сразу два города – Владивосток, откуда он родом, и Улан-Удэ, где сейчас живет и работает. Обещает, что в своем выступлении расскажет реальную историю из жизни. Выпуск выйдет в эту пятницу на ТНТ. Движемся дальше и смотрите во второй части выпуска. Это могила, где захоронены все фотографии участников боевых действий. Как в Улан-Удэ сохраняют память о воинах и когда завершат ремонт, посвященного им сквера. Первая лангрид-выставка открылась в Улан-Удэ. Как попасть в музей по-новому? Год назад нас посетила утрата. Петр Григорьевич ушел из жизни. Мемориальная доска Петра Степанова, каким помнит директора русского драм-театра. Затянули в Улан-Удэ, опаздывают с открытием долгожданного объекта. Сквер ровесникам, ушедшим в бой, до сих пор не отреставрировали. Хотя еще месяц назад отчитывались о почти полной готовности и обещали успеть в срок, даже если помешает непогода. Так что же все-таки помешало и когда закончат? Саюна Бухаева подробнее. На благоустройство сквера ровесникам, ушедшим в бой, потратили 40 миллионов рублей. Здесь появится освещение, новые тротуарные дорожки, а тяжелую технику перенесли ближе к дороге. Обещали все это завершить 1 сентября. Но когда будет открытие, пока неизвестно. В списке неготовых пьедестал черного тюльпана, мемориальная стена и статуя плачущей матери. Скульптура до сих пор на реставрации. Это, ко всему прочему, задерживает и строительство тротуарной дорожки. Подрядчики причину срыва сроков объясняют нехваткой рабочих рук. Якобы коронавирус внес коррективы, как и при доставке гранита. Поставка гранита у нас была длительная. Гранит у нас ехал из страны Китай. Было очень сложно его доставить в город Улан-Удэ. Он у нас ехал, он даже через Владивосток. За задержку работ подрядчики уже оштрафованы. Согласно контракту, за каждый день начисляют пени. Уже сейчас накапало больше 60 тысяч рублей. Вы согласны с тем, что у вас штрафуют? 50 на 50. Почему? Потому что тоже были со стороны заказчика какие-то задержки. Потому что ни одной проектной организации у нас нормально не дорабатывается. Но суммы штрафа вырастет. Дату сдачи перенесли на 1 октября. Хотя администрация не торопит. Ну раз теперь уже не можем наверстать упущенное, то надо медленно, но зато качественно доделать эту работу. Я попросил наших коллег, наших друзей с боевого братства, чтобы контролировали просто-напросто. Боевое братство не только следит, но и активно участвует в реконструкции. Одна из новых композиций – это предложение участников сообщества. Камень памяти. Это могила, где захоронены все фотографии, фотографии участников боевых действий. И, естественно, там покоится дух, дух наших воинов, воинов Республики Бурятия. Камень украсят голубь мира, гвоздики и гильзы со снарядом. Элементы выполнят в натуральную величину. За новыми композициями будут вести видеонаблюдение. И в первые дни выставят патрульно-постовую службу. Сам же сквер на баланс возьмет дирекция парков, культуры и отдыха. Саюна Бухаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». А вот другой объект долгожданным не назовешь. Тысячи жителей Улан-Удэ боятся остаться отрезанными от мира из-за новой стройки. Она началась прямо на месте единственного въезда в их отдаленный микрорайон. Туда сегодня отправился наш дежурный по городу. Тут въезда нет. Такая табличка может появиться на единственной дороге, ведущей сразу к нескольким СНТ. Эта информация в прямом и переносном смысле поставила в тупик всех местных жителей. Спросим, почему. В субботу приехали рабочие. Вот видите, да, там завезли бордюр. И вот начали перекапывать землю. То есть перекрывая, натянули ленточки, перекрыли нам дорогу. Въезд единственный. Нам показали проект «Здесь будет весовая». Будут большие грузы и стоянка-отстойник. Могу показать. Вот эта дорога. Вот здесь 1100 участков. Это единственная, вот видите, дорога она. Которая выходит вот сюда как раз. К нам не доедет ни скорая, ни пожарная, никто. Потому что будут стоять фуры. Во-вторых, есть другие места для строительства. У нас и так очень маленькая дорога. Делали ее мы сами. Нам ее никто не сделал. Получается, что мы отрезаны от мира-то остаемся. А если пожарная машина? Нет, дорога нет. Нету заездов. Это жизненно необходимо. В 15 километрах отсюда, в районе Соснового Бора, уже стоит, вот полмесяца назад, оборудован весовой контроль по системе Платон. Вот здесь на въезде есть весовой контроль. Зачем в радиусе 15 километров еще и третий весовой контроль? Центральная дорога – это главная артерия для нескольких тысяч местных жителей. Кроме того, сразу за СНТ город выделил 400 участков для малоимущих семей. Правда, как туда добраться, не пояснили. Мы, когда эти дома покупали, строили, мы рассчитывали на структуру, мы рассчитывали на остановку нормальную. Нас это все устраивало. И нас раз и отрывают. Так тоже нельзя. Ни в коем случае нельзя. Нас они обижают просто. Должно быть как-то все усовершенствоваться для народа, для жителей, для людей. Я надеюсь, что наше бурятское правительство услышит нас, любимый свой народ, будущее наших детей и поддержит нас. Мы выяснили, за проектом объекта стоит Улан-Удэ-Струйзаказчик. В конфликт пришлось вмешаться Октябрьской администрации города. В настоящее время все работы остановлены. Улан-Удэ-Струйзаказчику поручено пересмотреть проект. После чего проект будет согласован со всеми сторонами. При отсутствии замечаний работы будут возобновлены. Лишить людей доступного проезда и обречь на километровые объезды. Либо пересмотреть проект пункта весового контроля. Что поставит на чашу весов заказчики и подрядчики. А если и вы считаете, что ваши права нарушаются, звоните дежурному по городу. Вместе решать проблемы легче. Ольга Арсенукаева, Виктор Горновской, телекомпания «Аригус». А в частном секторе Улан-Удэ становится больше умных водоколонок. С помощью этого ноу-хау водоканал борется с должниками. Как это работает, узнал наш корреспондент. Левобережье вот-вот падет под натиском умных колонок. В других районах города новшества от водоканала уже успели оценить. Работает она просто. Достаточно лишь приложить чип, и вода польется. Здравствуйте. Вода открыта. Чтобы остановить движение воды, достаточно еще раз приложить чип. Ожидайте. К началу следующего лета в водоканале обещают установить на левом берегу до 30 таких умных колонок. Здесь раньше пока платно было, здесь такая очередь была, невозможно было подойти. А сейчас все. Сколько вам обходится вот такая колонка? Я бы не сказал, что это накладно. Ну, где-то в пределах, наверное, рублей. 200 в год мы платим. За водоканалки старого образца платили все, чей дом попадал в радиус 300 метров. Наличие своей скважины приходилось подтверждать документально. Теперь, когда у всех есть чип, такой проблемы не стоит. И тариф не для всех. 22,5 рубля за кубометр воды. Это тысяча литров. Это удобнее. Потому что старую надо было держать, стоять зимой, например, вообще неудобно. Стоимость такого удобства порядка 110 тысяч рублей. Вместе с подключением к электричеству и установкой цена доходит до 170 тысяч. Удовольствие не из дешевых, поэтому в городе их пока 6 экземпляров против более 700 обычных колонок с ручкой. Поставщик у нас из Иркутской области. И мы сейчас пытаемся, призываем и работаем с нашим технологическим университетом. Предложения от них просим. Может быть, они разработают нашу местную водоколонку, которую мы также сможем поставлять. Нововведение призвано снизить потери. В первую очередь, денежные. На данный момент водоканал недосчитался около 9 миллионов рублей за пользование водоколонками. С помощью таких аппаратов помыть машину или набрать со стороны воды случайному человеку не удастся. Нигита Корабенков, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Мэрия будет чаще советоваться с горожанами. В Улан-Удэ начали проверку дворов после ремонта. Работы эти нынче многократно обрастали скандалами с подрядчиками и чиновниками. А все потому, что не все идеи устраивали жители. Как приходили к компромиссу, интересовался Артемий Ушаков. Более 100 миллионов рублей на ремонт 56 дворов потратили в Улан-Удэ в этом году. В Бурятии деньги пришли по национальному проекту «Комфортная городская среда». Один из самых больших объектов – дворы на улице Мокрова. Здесь укатали 8,5 тысяч квадратных метров асфальта под пристальным вниманием жителей. Объем большой. Получается, очень было много вопросов по стояночным местам, по парковочным местам. Работы производились. В принципе, по сей день работы уже практически завершены. Осталось только убраться. Здесь территорию подместил, убраться. Дизайн-проект по требованию жителей здесь меняли несколько раз. То, что нравилось чиновникам, не устраивало жителей. Пришлось договариваться и не только здесь. Самое хорошее, самое отрадное в этой программе – то, что жители принимают активное участие. И вот Улан-Удэ, республика Бурятия – один из немногих регионов, в которых жители не требуют денежного участия. Все это идет с фондов федеральных денег, с федерального бюджета. По программе ремонта во дворах пришлось сохранить то, что люди считают важным. Пересаживали многолетние деревья и оставляли спортивные снаряды в необычных местах, как на улице Жердева. Горожане не дали снести импровизированную баскетбольную площадку. Потому уже сейчас город решил выяснять пожелания людей там, где ремонт только планируют. Мы все это скажем в связи с замечанием. Мы хотим, чтобы убрали у нас гаражи и организовали стоянку машин там. Если там муниципальная территория уже. В следующем году в программу ремонта попадут еще 52 двора. Их эскизные проекты готовы и проходят обсуждения с жителями и управляющими компаниями. По наказам депутатов добавляем игровые площадки, детские площадки, спортивные площадки, чтобы двор был не просто так двор, а место, где жители могут собраться, отдохнуть, позаниматься физкультурой и спортом. Ремонт во дворах должны завершить к 1 октября. По данным мэрии, основные работы уже пройдены. Подрядчики устраняют мелкие замечания от жителей. Артемий Шаков, Виктор Агафонов, телекомпания «Орегус». Дань памяти выдающемуся деятелю искусства Лануды появилась мемориальная доска с именем Петра Степанова. Он руководил русским драматическим театром 20 лет и год назад ушел из жизни, рассказывает наш корреспондент. Он памятник воздвиг себе и рукотворный в том числе. Одно из самых монументальных зданий в городе – русский драматический театр – заслуга самого известного его директора Петра Григорьевича Степанова. Именно он инициировал строительство новой крыши, под которой смогли собраться талантливые актеры. Но они, актеры, обязаны ему не только этим. Петр Григорьевич помог мне, за что ему огромная благодарность, помог мне и моей супруге с жильем. Он постоянно любил шутить, он говорил там, у тебя там кошелек упал, у меня никогда не было кошелька никакого, но я постоянно оборачивался и он так хохотал, радовался. В театр Петр Степанов пришел в 1998 году. До этого была должность директора городского парка культуры и отдыха, а еще раньше режиссера-постановщика в кукольном театре. Приняв Росдраму, он поставил задачу построить новый театр. Старого здания на тот момент не было уже больше 30 лет. Сгорело. Петр Григорьевич, ну я вас умоляю, пожалуйста, не строите таких великих планов. Театр построить не удастся. Он говорит, давай спорить. Я говорю, на ящик коньяка пойдет. Он говорит, Ланин, ты что так дешево берешь меня. Вот мы установили сроки, и вот когда театр построился, мне пришлось Петру Григорьевичу поставить этот ящик коньяка. Не боялся задумывать большие проекты. И, мало того, придумать этот проект. Нужно вдохновить людей, которые будут потом реализовывать вместе с ним этот проект. И он это умел. Петр Степанов организовал и множество успешных гастролей российского масштаба. При нем в театре начали ставить бенефисы заслуженных актеров, большие фестивали, проводили православные праздники. И, несмотря на круглосуточную работу, он оставался образцовым семенином. Я прожила 41 год с таким невероятно преданным, верным, добрым, отзывчивым, любящим. И я могу называть эти эпитеты бесконечно, потому что лучшего я не могла и представить для себя. Я его люблю до сих пор и буду любить всегда и помнить всегда. Ну, вот так. Лангрид-выставка впервые в Бурятии. Национальный музей республики начал работу в новом формате виртуального каталога. Проект подготовлен при поддержке нашей телекомпании. Результат необычного сотрудничества покажем прямо сейчас. Семейские песни и современные технологии. Все это объединил новый проект телекомпании «Оригус» и Национального музея Бурятии в формате «Лангрид». Идея создать виртуальное историческое пространство родилась в разгар пандемии, когда всем музеям пришлось закрыться. Музей был закрыт и мы искали возможности, а может быть что-то получится. И когда мы узнали, что фонд Потанина объявил грант «Общее дело», и так получилось, что мы выиграли. Неожиданно, конечно, но тем не менее приятно. На деньги гранта разработали дизайн, бесплатное приложение для компьютеров и телефонов. А в поездках по самым колоритным старообрядческим селам Бурятии набрали материал. В объектив попали самые яркие моменты из жизни семейских. После нескольких недель кропотливой работы они стали частью виртуальной экспозиции. Такие вещи связаны именно с подачей национальных музеев, с фондов. Это однозначно говорит о качестве предоставляемой информации, научно выберенных данных. И о том, что это действительно не какие-то там сказки и домысла, а это вот те факты, к которым в первую очередь нужно обращаться нашим гидам и новым экскурсоводам. У музея появилась прекрасная возможность представить свои фонды. Потому что никакая выставка, хоть она будет длиться месяц, два, три, но не даст того эффекта, который позволит вот этот самый лонгрид. Видео и аудиоматериалы дополнены оцифрованными экспонатами из музея, Бурятии, Государственного архива и Национальной библиотеки республики. И если бы не этот проект, многие ценные образцы так и остались бы в закромах. Огромное количество музейных предметов, которые не всегда есть возможность увидеть, но теперь каждый человек в любой точке мира может открыть наш лонгрид и познакомиться с семейскими. Мы постарались передать всю соль культуре семейских. Все самое интересное, все самое яркое. Лонгрид вне временных и географических ограничений. На двух языках – русском и английском. В виртуальном формате уникальные иконы, книги и костюмы старообрядцев доступны круглый год. В ближайшее время темы выставок планируют расширять. Кристина Соснина, Аббатр Халматов, телекомпания «Оригус». Воспользуйтесь новыми возможностями и продолжайте следить за новостями. Только проверенная информация на сайте оригус.тв и в следующих выпусках «Восточного экспресса». Спасибо за то, что с нами. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!